Доброе утро, дорогие друзья! Поэтому прямо сейчас вы должны встать, принять исходное положение и следовать нашим инструкциям. Доброе утро, друзья! Сейчас мы займемся с вами утренней зарядкой, чтобы подготовить ваше тело к рабочему дню и зарядиться положительной энергией. Сейчас засеките время и побегайте по комнате 3 минуты. Закончили упражнение. А сейчас давайте с вами попрыгаем немножко. Прыгаем на обеих ногах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, восемь. Стараемся прыгнуть как можно выше. Теперь прыгаем на правой ноге. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. На левый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Стоя на месте, потяните колено к груди. Чувствуется, как растягиваются ваши мышцы. Поменяем ногу. Встаньте ровно и прижмите подбородок к груди на 2-3 секунды. Чувствуете, как тянутся ваши мышцы в шее. Поставьте пятки вместе, носки врозь. Руки опустите в свободное положение. И начинаем наклоны. Влево. Справа. Влево. Право. Влево. Право. Закончили упражнение. На этом разминку для утренней гимнастики можно закончить. Вы проснулись, ваш организм готов к предстоящему дню. Началась осень, и вместе с ней пора простудных заболеваний. И, конечно же, когда мы чувствуем себя плохо, мы пьем чай с лимоном. Что может быть лучше и вкуснее этого напитка? И, кроме всего прочего, в лимоне содержится очень много полезных веществ. О них вы узнаете прямо сейчас. О полезных свойствах лимона знают почти все. А вот как его можно использовать в домашнем хозяйстве, знают немногие. Пятно от фломастера очистится, если вы смешаете лимонный сок, поваренную соль и нанесете смесь на загрязненное пятно. Вам останется только потереть пятно и затем постирать одежду. При помощи лимона можно вывести пятна от крови и даже от ржавчины на одежде. Нанесите лимонный сок на загрязненные места, посыпьте поваренную соль, а затем положите вещь на солнце. Через несколько часов от пятна не останется и следа. Если вещи из белой ткани пожелтели от времени, то прокипятите их в воде, в которую добавили лимонный сок. Фарфоровые вазы, статуэтки можно вымыть холодной водой с добавлением лимонного сока. Они будут блестеть яркими красками, как новые. Краны в ванной и на кухне тоже засверкают от чистоты, если вы почистите их цедрой лимона, а потом вымоете мыльной водой и протрете сухой тряпкой. Если в вазу с фруктами положить лимон, то он поможет надолго сохранить их свежесть. А недоздревшие бананы рядом с лимоном быстро доздреют и не испортятся. Поможет лимон избавиться и от запаха в микроволновке. Для этого положите несколько долек лимона в чашку с водой и поставьте в СВЧ-печь на 2 минуты, включив полную мощность. Лимон поглотит и неприятные запахи в вашем холодильнике. Разрежьте лимон пополам и поставьте его в холодильник на некоторое время. Раздражающий запах цветной капусты при ее тепловой обработке тоже исчезнет, если вы добавите в воду небольшую дольку лимона. Если у вас дома завелись муравьи, попробуйте смазать лимоном соком места скоплений этих насекомых, и через некоторое время вы порадуетесь результату ваших действий. Рубрика «Наши детки» прямо сейчас расскажет об еще одной животрепещущей теме. Уверена, что родители с удовольствием смотрят эту рубрику, потому что она хоть и называется «Наши детки», но рассказывается там совсем о взрослых вопросах. Хотите, чтобы ваш малыш всегда пользовался волшебными выражениями? Учите его вежливости. Волшебные слова «пожалуйста», «спасибо», «извини» способны творить настоящие чудеса. И чем раньше ваш малыш это усвоит, тем лучше. Вежливость и хорошие манеры помогают в общении, позволяют решить спорные вопросы, договориться, найти компромисс. Нужное слово не прозвучит, если по отношению к себе ребенок слышит «быстро одевайся и выходи» вместо «пожалуйста, одевайся, нам пора идти». Вам придется не раз просить карапуза ускорить процесс застегивания пуговиц. И даже примирительно объяснить рассерженному мужу «пожалуйста, потерпи еще минутку». Наблюдая за мамой и папой, за их поступками и реакцией, малыш усваивает, как можно и как нельзя себя вести. Помните, личный пример оказывает на малыша большее воздействие, чем постоянное напоминание и воспитательные мероприятия. Требовательное «дай» обычно появляется у малышей на первом году жизни. И, конечно, о вежливости пока не может быть и речи. Зато в этот период вам уже следует говорить малышу «пожалуйста». Он постепенно запомнит, в каких ситуациях это необходимо. Знаете ли вы, что малышу нужно слышать «спасибо» не менее 8 раз в день? Это формирует у него самоуважение и уверенность в себе. Благодарите своего ребенка за каждое доброе дело. Поощряйте малыша, когда он правильно употребит «спасибо», возвращая книжку другу или услышав пожелание «приятного аппетита». Тогда на каждое проявление доброты и заботы ваш малыш безо всякого напоминания будет с улыбкой отвечать «спасибо». Ребенку постарше объясните простые правила поведения с другими людьми. Не важно, с бабушкой или приятелем по песочнице. Пожалуйста, отличный способ получить желаемую игрушку, не допустив при этом конфликта. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. И еще раз доброе утро тем, кто все еще остается вместе с нами. Прямо сейчас мы обсудим очень модный аксессуар, который имеет отношение и к вам, и к вашим домашним любимцам. Речь пойдет о сумке для собаки. Очень интересно, сколько же людей, у которых есть собаки, имеют такие сумки. Итак, прямо сейчас все о сумках для собак. Сумка для собаки не роскошь, а зачастую очень необходимая вещь, предназначенная для транспортировки домашнего любимца. Трудно спорить с тем, что переноска домашних животных на руках сопряжена с рядом трудностей и неудобств не только для хозяина, но и для его питомца. Поэтому использование специальной сумки для домашних любимцев обеспечивает комфорт животному и освобождает руки человека. Наиболее оправданно использовать подобные сумки для переноски животных с небольшим весом, не более 5 кг. Выбирая определенную модель, стоит учитывать целый ряд показателей, таких как безопасность для животного, экологичный материал, габаритные размеры, подходящие для перевозки в любом виде транспорта. Но все же основное внимание стоит уделить именно удобству и качеству изделия. Для хорошей вентиляции и доступа воздуха в сумке должно быть предусмотрено окошко, достаточное для нормального дыхания животного. Качество материала, из которого изготавливается сумка для домашнего любимца, играет далеко не последнюю роль. Для того, чтобы питомцу было комфортно внутри сумки, она должна быть мягкая и очень прочная. Основными материалами, применяемыми для изготовления подобных аксессуаров, по-прежнему остаются натуральная и искусственная кожа. Уже давно тенденции в моде диктуют использование только качественных и дорогих материалов. Особое внимание при выборе сумки стоит уделить ручкам. Они должны быть не только прочными, но и мягкими, не травмирующими руку владельца. Габариты сумки выбирают исходя из размеров самого животного. Питомец, находясь в сумке, должен иметь возможность стоять, поворачиваться и лежать. Лишь в этом случае за здоровье своего любимца можно не беспокоиться. И, конечно же, не стоит забывать о погодных условиях. Для суровой зимней погоды вряд ли стоит использовать сумку, не имеющую утепления внутри, которая будет предохранять животное от холода и ветра. Летом же подобную сумку использовать едва ли возможно. Летние сумки изготавливаются из свободно дышащих материалов, которые не препятствуют нормальной терморегуляции животного. Качество материала, из которого изготовлена сумка, определяет ее ценовую категорию. Самая простая сумка из недорогого материала стоит не дороже трех тысяч тенге. Но цена по-настоящему качественной сумки может переваливать за 50 тысяч тенге. Все мы привыкли писать на белоснежной бумаге. Хотя еще каких-то 10 лет назад мы могли встретить бумагу и не совсем белую. Ну что ж, сейчас повышаются стандарты. И стандарты образования и кругозора тоже. Поэтому вы просто обязаны знать, почему же бумага белая. С детства мы знаем, что бумага производится из картона, макулатуры или древесины. Причем все эти материалы имеют далеко не белый оттенок. Действительно, такой оттенок появляется в итоге некоторых процессов. Иногда далеко не самых безопасных. Один из самых простых способов отбеливания бумаги – при помощи хлора. Этот метод является дешевым и в то же время вредным для нашего здоровья и окружающей среды, поскольку выделяются побочные продукты этого производства – хлористые соединения. Однако, если посмотреть на упаковочную бумагу или картон, можно увидеть лишь темно-желтый оттенок. Это значит, что материал не подвергался обработке хлором. Основная проблема заключается в том, что тысячи людей ежедневно имеют дело с отбеленной таким методом бумагой. Например, читая книги или рисуя на альбомных листах. Вроде бы в этом нет ничего плохого. Однако, на самом деле, мы постоянно касаемся руками этого материала и вдыхаем бумажную пыль. Впрочем, некоторые фирмы в изготовлении подобной продукции используют специальные красители или пигменты, которые являются безвредными для людей. Увы, этот метод слишком дорогой, поэтому большинство производителей вынуждены работать по старинке, то есть с применением хлора. Мультипликационный фильм Шрек стал таким популярным, что имеет в себе очень много частей. Ну, а мы решили озадачиться вопросом, кто стал прототипом Шрека. Оказывается, с этим персонажем связана очень интересная история. Какая именно, вы узнаете прямо сейчас. Это может показаться злой шуткой или фарсом, но эта невероятная история является достоверной и правдивой. Прототипом мультипликационного Шрека был известный борец Морец Тие. Он родился в 1903 году в России, на Урале, во французской семье, которая в 1917 году в связи с произошедшей революцией вернулась обратно во Францию. В детстве Морис внешне ничем не отличался от своих сверстников. Скорее наоборот, его называли ангелом, благодаря миловидным чертам лица. Но все изменилось в 17-летнем возрасте, когда у него начала прогрессировать редчайшая болезнь – акромегалия, вызывающая чудовищное непропорциональное увеличение костей, особенно лицевых. В связи с этими ужасными внешними трансформациями, Морису пришлось отказаться от желанной карьеры юриста. Но он не стал ставить крест на свои жизни, а решил использовать свой недостаток в качестве огромного преимущества. Морис отправился в США, чтобы стать профессиональным борцом, а в мае 1940 года он стал чемпионом по версии Американской ассоциации рестлинга, удерживая этот титул в течение последующих 19 месяцев. Он был известен под кличкой «Страшный Огр Ринга», но в дальнейшем его стали называть как в детстве французским ангелом, благодаря его душевности и доброму характеру. Но вся его недолгая и яркая жизнь является замечательным примером человеческого мужества и храбрости. Вместо жалоб на то, что жизнь в его распоряжении дала только кислые лимоны, он ловко научился из них делать лимонад и наслаждался своей жизнью. Морису очень понравился бы его мультипликационный герой Шрек, который так же, как и он, являлся добрым и чутким, вопреки своей устрашающей внешности. Субтитры создавал DimaTorzok Всем отличного настроения, хорошего вторника и до скорых встреч!